Здравствуйте! Сегодня в эфире я, ведущая, Светлана Руденко, и наш гость, руководитель аппарата Союза Добровольцев Донбасса, Алексей Сосонный. Здравствуйте, Алексей Петрович! Здравствуйте! Алексей Петрович, заканчивается 2018 год, это четвертый год деятельности Союза Добровольцев Донбасса. Уже прошло три съезда, и я знаю, что планируется четвертый съезд. Когда и где этот съезд состоится? Да, планируется у нас сейчас съезд. Состоится он 22 декабря в Симферополе, в автономной республике Крым. Съезды у нас проводятся ежегодно с 2015 года, с момента основания Союза Добровольцев Донбасса. Союз Добровольцев Донбасса у нас был основан для того, чтобы представлять интересы добровольческого движения в России. И на съездах мы обговариваем дальнейшее развитие нашего союза. Алексей Петрович, а почему именно Крым? Почему именно этот регион, почему именно Симферополь был выбран как место проведения съезда? Крым. Ну, потому что с Крыма началась русская весна. Поэтому для Добровольческого движения это весьма знаковая территория. Поэтому именно сейчас мы решили провести свой съезд в Крыму. А как будет проходить съезд? Понятно, что уже есть повестка съезда. Съезд начнется с автомобильного пробега по Крымскому мосту. В дальнейшем мы переедем в город Симферополь, куда приглашены гости из всех регионов России, а также из дружественных республик. То есть из Луганской и Донецкой народных республик будут делегаты? Да, с Луганской и Донецкой народной республики, а также не только с Луганской и Донецкой республики, а также с Осетии у нас будут гости. С которыми мы обговорим дальнейшие планы на будущий год, планы развития союза. Предоставим отчет о проведенной работе союза за предыдущий год, за предыдущий полностью период нашей работы союза. Алексей Петрович, я знаю, что в рамках съезда пройдет Совет командиров СДД. Что планируется обсуждать и кто будет из командиров? Да, на съезде у нас планируется закрытая часть, на которой будут представлены командиры, как бывшие, которые воевали в Донецке и Луганске, так и нынешние командиры, которые приедут представлять Донецкую и Луганскую народную республики. Также члены региональных организаций союза добровольцев Донбасса. На встрече мы будем расставлять приоритеты развития. Затем командиры примут участие в возложении цветов к памятнику добровольцев всех времен в Симферополе. Алексей Петрович, съезд проходит такое непростое напряженное время. Мы знаем, насколько обострилась сегодня ситуация на Украине. На прошлой неделе в 10 регионах Украины президент Порошенко ввел военное положение. И сейчас, по сути, такое противостояние идеологическое, информационное идет между Украиной и Россией. Украина вовсю трубит о том, что Россия агрессор. Керченский инцидент до невозможности накалил отношения между нашими странами. И в то же время остается опасность наступления на направлении и на Крымском, и наступления на Донбасс. Мы помним, что речь об этом шла, и многие эксперты говорили о возможном наступлении ВСУ на территории республики еще сентября месяца. Вот сейчас, накануне новогодних праздников, какая ситуация на линии боевого соприкосновения, и насколько возможно, насколько реально наступление, скажем, на направлении республик? Ситуация, как и раньше, остается напряженной на всех фронтах республик, и Донецкой, и Луганской. Сейчас, с введением военного положения, есть вероятность украинского наступления. Это еще подтверждается тем, что на носу у Украины выборы президента весной следующего года. Я думаю, из-за низкого рейтинга Петра Порошенко может вспыхнуть... То есть он готов пиариться и за счет наступления на республике? То есть для него не важно, какой пиар, лишь бы... Не важно, да. Ему не важно, какие методы предпринять, чтобы сорвать выборы, потому что нужного количества голосов в данный момент он не набирает. Он не дотягивает даже до третьего места в списке кандидатов. Лидеров. Поэтому есть все шансы наступления на республике. И не только на республике, а и... Даже на крымском направлении. Да, на крымское направление. Мы... Наш союз готов к такому развитию событий. Вот. И в кратчайшие сроки мы готовы поставить в строй 2 батальона тактических группы. Это 1000-1200 человек. В течение еще там месяца мы готовы еще 5-6 батальонов поставить в строй. Боевое ядро, оно на готове постоянно. Можно ожидать такого наступления уже до конца года, накануне новогодних праздников? Да, навряд ли. До конца года навряд ли. Но вот до начала весны... То есть провокации будут непосредственно перед президентскими выборами. Скорее всего, да. То есть перед мартом 2019 года. Потому что Порошенко, понятно, будет использовать все способы для того, чтобы эти выборы были сорваны. Или любым способом говорить о себе, напоминать о себе, присутствовать в информационном пространстве. Вот как это произошло в Керченском проливе. То есть наступление на Донбасс это тоже один из способов сорвать президентские выборы. Да, в проливе это, скорее всего, была чистая провокация. Она была запланирована изначально. Такие провокации еще будут неоднократно, я уверен, и на границе и ДНР, и ЛНР, и даже республики, возможно, Крым. Но полномасштабная конфронтация, возможно, только, скорее всего, ближе к весне. — Алексей Петрович, спасибо вам большое. Я надеюсь, что съезд — это та сила, то мероприятие, которое объединит, которое даст импульс для дальнейшего развития всех направлений работы Союза добровольцев Донбасса. Хочется вам пожелать успехов и удачи. А сегодня у нас в гостях в студии был Алексей Петрович Сосуны, руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса. Спасибо большое, Алексей Петрович. — Спасибо. До свидания. — До новых встреч в эфире.